Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи отмечает свой 100-летний юбилей. Это самая массовая организация нашей страны 20 века. Торжественные мероприятия прошли в Гродненском областном драматическом театре. Здесь собрались те, кто более 70 лет в разные годы был активным участником всех важных событий. Это и участники Гражданской войны, те, кто боролся с фашизмом, участвовал в масштабных стройках и покорял космос. Все они, безусловно, внесли свой вклад в развитие как организации, так и всего общества. Сегодняшняя встреча – это самое дорогое, что у меня в жизни есть, потому что комсомол – это моё всё. От начала школьной жизни до секретаря городского комитета комсомола. В это время мы принимали очень интересных людей. К нам приезжал космонавт Фрунов, мы его встречали. В это время у нас были такие чудесные акции. Мы собирали портфели для детей Вьетнама. Через структуру ВЛКСМ осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи и реализовывались политические и социальные проекты. Под руководством комсомола в 1922 году была создана детская политическая организация – Всероссийская, а позже Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина. Они вспоминают до сих пор как о лучшем времени детства. Пионеры мы принимали лучших из лучших учащихся. И у нас даже в городе, наши пионеры, было такое движение, ещё троллейбуса в городе не было, троллейбусов. И пионеры одной из школ города Гродно начали такое движение. Соберём металлолом на первый троллейбус. И они собрали, и в городе торжественно с пионерами была открыта троллейбусная линия. И первый троллейбус, собранный из металлолома учащихся, начал курсировать по городу. С момента образования в 1918 году и до самороспуска организации в 1991 году школу комсомола прошли около 200 миллионов советских юношей и девушек. Сюда принимались только талантливые и перспективные молодые люди возрастом с 14 до 28 лет. Первичные комсомольские организации создавались на фабриках, заводах, совхозах, колхозах и других хозяйственных предприятиях, учреждениях образования, воинских частях. Условие было одно – наличие не менее трёх членов комсомола. Время было очень интересное. Время конференций комсомольских встреч, круглых столов. Развивали наш туризм благодаря нашему спутнику и тем контактам, которые были наведены по прямым связям с молодёжными партиями других стран. Ну и сегодня, конечно, здорово увидеть всех вместе. Продолжение следует...